На вопрос, кого нужно поздравлять с 23 февраля, больше трети опрошенных отвечают «всех мужчин от мала до велика». Столько же добавляют, особенно нужно поздравлять тех, кто служил и мужчин, и женщин. 17% поздравляют только близких знакомых, на чье плечо действительно могут положиться. 13% респондентов считают, что праздник посвящен только мужчинам, проходящим или проходившим военную службу. Я думаю, что поздравлять нужно тех, кто служил, независимо от пола, и тех, кто защищает нас ежедневно. Я считаю, что даже, может быть, и медицинские работники, особенно учитывая последнюю ситуацию, под это подходят. Обязательно надо поздравлять работников аварийных служб, то есть это МЧС, пожарная, полиция. Я считаю так. Я думаю, что всех, наверное, но в моем понимании это уже такой мужской аналог 8 марта. Всегда приятно получить поздравления. Во-первых, конечно, нужно поздравить в первую очередь всех, кто служил когда-то в рядах советской армии, потому что я дитя социализма, призрак коммунизма. Вот, я всегда так говорю. А потом уже сейчас, мне кажется, и сейчас в основном мужской род служит и охраняет наши берега и границы. Поэтому всех мальчиков, всех мужчин, и старых, и молодых, а молодые, чтобы чувствовали ответственность за свою родину. Ой, вы знаете, не задумался никогда, мне кажется, разницы нет. Кто-то придумает и поздравляет. Вообще, как бы, ну, хоть повод есть какой-то пообщаться. Служил сам в армии, в принципе, такой, ну, нельзя сказать, что большой праздник, но все равно приятно, когда поздравляют. Ну, я считаю, что 23 февраля – это праздник всех мужчин, но особенно нужно поздравлять тех, кто служил. Вот. С наступающим праздником, мужчины!